Конечно, без горячей воды жить сложно, но выхода нет. Чтобы остановить задолженность, а другими словами, начисление за горячую воду, приходится ставить заглушки и пломбу. Такие жесткие меры сочетеплоэнерго не нравятся жильцам, но это единственное, что может заставить вспомнить о долге. Я приходил неоднократно, оставлял предупреждение, извещение, а плать не было. Уговоры и просьбы на месте уже не воспринимаются специалистами. За несколько лет сумма долга владельцев этого жилья за тепло и горячее водоснабжение выросла до 58 тысяч рублей. Теперь им необходимо прийти в отдел по работе с должниками сочетеплоэнерго и решить вопрос по частичному погашению долга. Иначе придется жить без услуг, которые предоставляет это коммунальное предприятие. Отключение от горячего водоснабжения – одна из крайних мер в досудебном порядке, которая используется предприятием для понуждения должников к оплате. И на сегодняшний день мы отключаем не только методом установки заглушек, но и также методом отключения от стояка путем видимого разрыва подводящего участка трубы. Многие сочинцы перестали платить в этом году. Есть и такие, которые не платят несколько лет. У всех причины разные, но в любой ситуации нужно разбираться. Поэтому лучше идти на контакт с представителями Сочи теплоэнерго, чем прятаться за закрытыми дверями. Ведь до некоторых даже достучаться невозможно. Но рано или поздно задолженность придется погашать. Если не самостоятельно, то через суд. Только в микрорайоне Макаренко должников на сегодняшний день 1070 человек с общим долгом более 34 миллионов рублей.